Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер компании Гильтек и практикующий косметолог. И сегодняшнее наше видео посвящено обветриванию кожи в зимний период. Наступает холодное время года и в этот период существует опасность обветрить кожу. Причин обветривания может быть несколько. Но не только перепады температур провоцируют это состояние, а также неправильный выбор косметических средств для зимнего сезона. По сути обветривание это нарушение гидролепидной мантии кожи, защитного барьера, который предотвращает потерю влаги. Поэтому все средства в первую очередь должны быть направлены на защиту кожи, а уже потом на увлажнение и питание. Какой бы ни была основная причина обветривания кожи, ее всегда можно предотвратить. И прежде всего нужно начать, конечно, с правильного очищения в зимний период. Поэтому одно из основных правил ухода не мыть лицо до скрипа горячей водой, как вы делали это летом, а использовать мягкие очищающие средства. Например, для снятия макияжа отлично подойдет лосьон очищающий для снятия макияжа на мягких павах. Для полноценного очищения стоит попробовать гидрофильное масло, особенно если кожа уже обветрилась и чувствительная. После умывания обязательно использовать тоник с увлажняющим и успокаивающим эффектом. Например, стоит попробовать тоник с гиалуроновой кислотой и эластином или гидроэссенцию Tone Up Hydro Essence из натуральной линии ZU. Это поможет не только восстановить пиаш кожи, но и успокоит и увлажнит кожу. Оба средства можно использовать как обычный тоник при помощи ватного диска, а также как дополнительную сыворотку или эссенцию, нанося на кожу руками для дополнительного увлажнения. Обязательно проверьте кремы, которые вы используете в дневное время и в вечернем уходе. Зимой утром вам потребуется хорошая защита и питание, а вечером те средства, которые хорошо увлажняют. Обратите внимание на нашу новинку – крем NMF Protection. Крем содержит в своем составе основные элементы эпидермального барьера – биоцерамидный комплекс, сквалан, аминокислоты натурального увлажняющего фактора. Крем реструктурирует роговой слой эпидермиса и создает оптимальные условия для микробиома, питает, смягчает и предотвращает обезвоживание кожи. Его можно использовать и в дневное время как защитный крем, а также в вечернее время, если кожа уже обветрилась. Для любителей натуральной косметики в качестве дневного защитного крема стоит попробовать U-Megapolis крем SPF10 из натуральной линии ZEU. Крем подходит для любого типа кожи. Формула его направлена на глубокое увлажнение и питание кожи. Дополнительно крем содержит лизак молочнокислых бактерий, а также инулин и альфаглюкан. И надежно будут поддерживать не только гидролипидную мантию кожи, но и ее микробиом. Если кожа все-таки сильно обветрилась, для быстрого восстановления после умывания стоит нанести гель интенсив регенерация, который содержит в своем составе депантенол, хитозан, бета-глюкан и обладает выраженным заживляющим эффектом. Быстро снимает раздражение и восстанавливает кожу. Далее наносим безводный гель Ceramid Skin Saver, который содержит биоцерамидный комплекс и другие структурные элементы гидролипидной мантии. В качестве защитного средства его можно наносить поверх уходовых кремов и сывороток, а также под декоративную косметику. В качестве защиты кожи наносить его можно неограниченное количество раз в день. Зимой стоит выбирать более плотные тональные средства. И чтобы прогулка или выход по делам в зимнее время не стали стрессом для кожи, любое косметическое средство и декоративную косметику нужно наносить за 30 минут до выхода на улицу. Если внимательно относиться к своей коже и внешности, можно обойтись и без негативных последствий непогоды. Ведь правила элементарные. А на сегодня у нас все. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы увидеть следующее наше видео. А также пишите вопросы, которые вы хотели бы обсудить в наших следующих видео.